Итак, мы начинаем. Начинаем мы сегодня в прекрасной компании, в вашей компании и компании вот этих замечательных ребят, которых вы видите на слайде. Говорим мы сегодня про общественные экономические формации, про формационный подход к развитию нашей цивилизации, к историческому процессу. Тема эта будет весьма интересна и полезна ребятам, которые учатся еще и собираются поступать, сдавать вступительные экзамены в форме ЕГЭ, ОГЭ, ЦТ, ЦЭ, другие экзамены. Отдельный привет студентам начальных курсов, которым тоже эта тема будет полезна, которые обучаются и на правоведении, политологии, социологии, экономика, другие смежные социально-гуманитарные дисциплины. Ну и конечно всем любителям наук социально-гуманитарных, исторической науки, конечно, будет, я думаю, тоже интересно. Поэтому поехали. Итак, мы видим представителей формационного и цивилизационного подходов с левой стороны. В левом углу ринга у нас Карл Маркс, а с правой стороны представителей подхода цивилизационного. В разных его проявлениях, но в чем же особенность? Начнем с базиса, как говорится. Формационный подход исходит из того, что общество развивается по единой модели. Как человек проходит в своем развитии определенной стадии жизненного цикла. Сначала мы младенцы, потом мы дети, подростки, юноши, взрослые люди и переходим в период старости, переживаем. Так и человеческое общество развивается не хаотично, вопреки, возможно, каким-то досужим рассуждениям, а проходит постепенно, последовательно вот эти вот формации, либо стадии своего развития, но о которых, собственно говоря, и пойдет речь сегодня. Представители цивилизационного подхода считают, наоборот, что каждая цивилизация, каждая группа людей, которая объединена общей культурой, религией, этносом, либо другими характеристиками, проходит свой дуальный путь развития и становится таковой, как она есть, как уникальная снежинка. Данилевский, Николай Данилевский, Арнольд Тойнби, Сэмюэль Ханктингтон, Освальд Шпенглер и другие представители цивилизационного подхода, насколько актуален Маркс, насколько актуальна теория общественно-экономических формаций? Я считаю актуально. Несмотря на то, что прошло время, появились новые теории, все же многое происходящее в мире можно описать через призму идей, мыслей, которые в далеком 19-м столетии описывал Карл Маркс. Даже крайне либеральные теоретики не отрицают влияние Маркса и его идей на развитие современной цивилизации, современной научной мысли, и такие популяризаторы науки, как Ювально и Харари, в своих трудах отмечают значимость идеи Маркса. Вспомните Карла Маркса с его блестящими экономическими прозрениями. Основываясь на этих прозрениях, Маркс предсказал ужесточение схватки между пролетариатом и капиталистами и завершение ее неизбежной победы первых и крушением капиталистической системы. Маркс был уверен, что революция начнется в странах, возглавивших промышленный переворот, таких как Британия, Франция и США, а затем охватит весь мир. Маркс упустил из вида тот факт, что капиталисты тоже умеют читать. Поначалу его труды принимались всерьез и изучались лишь горсткой адептов. Однако поняв, что эти разжигатели социализма набирают последователи и силу, капиталисты встревожились. Они тоже проштудировали капитал и усвоили многие инструменты и зерна марксистского анализа. В 20 веке все поголовно от уличных мальчишек до президентов принимали марксистский подход к экономике и истории. Данные строки указывают на то, что Маркс не только крупный теоретик, но и тот человек, который повлиял на современную цивилизацию и во многом предопределил ее дальнейшее развитие. Где-то напрямую, например в Российской империи, где-то косвенно, в странах развитого капитализма, как указывает Харари, представители крупного капитала, сумев уловить сайс-гайст, дух времени и перестроить свой модель поведения, переведя экономику с рельс чистой, свободной рыночной экономики в русло социальных преобразований, что предопределило возникновение смешанной экономики. Таким образом, теория Маркса и сегодня является одной из основополагающих теорий, которая описывает особенности развития нашей цивилизации. В чем же ее суть? Поехали. Итак, в основе идеи общественно-экономических формаций, формационного подхода, лежит мысль о том, что мир материален. Мир имеет вещественную материальную основу. И именно она впоследствии предопределяет наше мышление. Идеи материализма имеют глубокие исторические корни, начиная с работ древних греков Фалеса Милецкого, Анаксимандра, Анаксимена, Левкипа, Римлянина Лукреция Карра, последующие эпохи Роджера Бэкона, Жордана Бруна, Жона Лока, Котфрида Вильгельма Лейбница. Соответственно, если мир состоит из вещества, из материи, которые переходят из одной формы в другую, то эти законы, эти закономерности движения материи можно изучить. Изучением движения материи занимается учение о диалектике. Диалектика, как учение о движении материи, позволяет нам вырабатывать массу теорий, которые объясняют, почему материя переходит из одной формы в другую, по каким законам живет наш окружающий мир. Физика, химия, биология вырабатывают массу законов, которые объясняют это движение. Например, закон всемирного тяготения. Если я возьму предмет, обладающий массой в пределах планеты Земля, помещу его на какое-то расстояние и отправлю его в свободное падение, то он непременно будет стремиться к Земле. Миллион раз опуская его, миллион первый раз, этот маркер, он не застрянет в воздухе, он не будет парить вокруг меня. То есть это всемирный закон движения материи, и физика, как наука, которая так исследует свойства тел, позволяет эти закономерности определить. Таким образом, если мир имеет материальную основу, то и социальный мир, взаимодействие людей, также имеет материальную основу. Значит, и ее, как и физические, химические и другие процессы, также можно изучить, построить модели, закономерности, по которым она развивается. И построив эти закономерности, можно их не только изучить на основании ретроспективы прошлого, но и построить перспективный план развития будущего в дальнейшем. Карл Маркс и Фридрих Энгельс предприняли такую попытку, вот, встроив теорию общественно-экономических формаций. Движемся дальше. Поскольку мир материален, значит и удовлетворение наших материальных потребностей носит очень важную, базовую основу нашего человеческого мира, тех процессов, того взаимодействия, в котором мы вступаем в процессе жизни. В середине прошлого века замечательный американский ученый, позитивный человек Абрахам Маслоу разработал концепцию закона возвышающихся потребностей, выразив ее в виде пирамиды, где у базиса, у основы, у подножия пирамиды положил физиологические потребности. Физиологические, то есть те, которые носят естественную природную основу. Потребности в еде, воде, сне, одежде, как тех предметов, которые позволяют нам спастись от агрессивных условий окружающей среды, жилища и так далее. То есть то, что позволит нашему организму сколько долго существовать. Потребность безопасности, то есть состояния защищенности от внешних и внутренних угроз. Только потом будут социальные потребности и духовные потребности. Пирамида Маслоу – это отдельный разговор, весьма полезная история для общего развития и для построения, опять же, понимания тех процессов, которые происходят в мире. Но здесь она присутствует для того, чтобы пришло понимание, что удовлетворение потребностей является важнейшей основой каждого человека в целом, как индивидок, и человеческого общества в целом. А какая сфера общественной жизни занимается процессом удовлетворения потребностей? Правильно, это экономика. Экономика – это наука, либо система хозяйствования, которая в условиях ограниченности ресурсов пытается построить модель того, как удовлетворить наши постоянно растущие потребности. И делает она это путем производства и распределения материальных и нематериальных благ. Таким образом, начинаем связывать воедино те звенья цепочки, которые мы уже имеем. Итак, мир материален. Поскольку он материален, он подвержен изучению. Если он материален и может быть изучен, значит и социальная жизнь, социальные исторические процессы также подлежат изучению. Если мир материален и в основе нашего мира человеческого и социального лежат потребности, значит нам нужно их удовлетворять. Сфера общественной жизни, которая направлена на удовлетворение потребностей, называется экономика. Значит, экономические процессы лежат в основе социума. Экономика – это базис. Теория общественной и экономической формации. Формационный подход основывается на экономической предопределенности тех процессов, которые происходят в обществе. Экономика – это базис, политика, право настройка. То есть корень всех процессов, которые происходят в обществе, необходимо искать в экономике. Что дальше? Итак, экономика – это базис общественных отношений. А что лежит в основе экономики? В основе экономики лежат средства производства. Средства производства – это то, при помощи чего мы можем произвести благо. То есть тот продукт, то вещь, которая может закрыть наши потребности. Так вот, на картинке мы видим человека. Человека, который владеет значительным капиталом. То есть теми средствами производства, при помощи которых он производит массу материальных благ. Заводы Tesla, SpaceX, сервера Twitter, которые X, ну и так далее. Таким образом, Маркс построил свою модель общественной экономической формации. Общественно или социально экономической формации. Исходя из того, у кого находятся средства производства. Таким образом, необходимо было копнуть вглубь. Копнуть вглубь истории. И определить, на каких фазах нашего человеческого социального развития, кому принадлежали средства производства. Исходя из этого, и становится понятно, как развивалось наше общество. По каким законам оно жило. Давайте по порядку. Такая табличка, ее можно посмотреть, поставить на паузу. И мы к ней вернемся в самом конце нашего разговора. В основе жизни общества лежит экономика. В основе экономики лежит тот факт, кому принадлежат средства производства. Кому принадлежат средства производства, тот и управляет обществом, по большому счету. В интересах этого социального слоя и происходят все социальные процессы, говорит Маркс. Как это работает? Кстати говоря, эта пятиступенчатая система делась не сразу. Карл Маркс при жизни успел плотно поработать над капитализмом. Энгельс продолжил его труды, а тоже не успел. И лишь на протяжении первой половины 20-го столетия, к середине 20-го столетия, только удалось полностью скопоновать воедино труды теоретиков, которые продолжили труды Маркса и Энгельса, и сформировать эту пятиступенчатую модель развития общественно-экономических формаций. Так, поехали по порядку. Это наш Вася. Наш Вася будет помогать в наших рассуждениях. Все совпадения случайны. Никаких закономерностей здесь нет. Вася, представим себе, живет в первобытном общинном строе. Еще раз напомню, что теория общественно-экономических формаций, в отличие от цивилизационного подхода, предопределяет тот факт, что общество развивается ступенчато, переходя из одной формации в другую. Соответственно, для того, чтобы построить эту модель, нужно было копнуть вглубь веков и понять, как с самого зарождения человека, как биологического вида, происходили эти экономические процессы, которые предопределяли особенности нашего бытия. Итак, для нашего биологического вида мы прошли серьезный путь. Начиная от наших далеких предков, прошли миллионы лет эволюции. Грацильные, то есть прямоходящие австралопитеки, жили порядка 4 миллионов лет тому назад. А не грацильные, то есть не прямоходящие, еще того пуще. Но об этом вам расскажет лучше Константин Дробышевский. В чужую стезю лезть не будем. И эти миллионы лет, это важно, мы жили путем присваивающей экономики. Ходили на охоту, он показывает, куда пойти на рыбку плавить, собирательство, бортничество, сбор меда диких пчел. Первая экономика у нас присваивающая. Присваивающая, то есть берем от природы то, что может удовлетворить наши потребности. Такая экономика, конечно, примитивная, экстенсивная, и условия жизни, условия быта крайне тяжелы. Выжить в таких условиях в одиночку практически невозможно. В основе экономики лежит присваивающая экономика, которая основана на обобществленных средствах труда. Собственность на средства производства обобществлена. То, при помощи чего добывали еду наши далекие предки, оно принадлежало не отдельно взятому человеку, а роду, либо племени. Охотничьи угодья принадлежат племени. Продукты охоты, собирательства и так далее принадлежат племени. Этот олень будет съеден всеми соплеменниками. Да, тот, кто посильней, половче, тот получит питательную, вкусную часть этого оленя. Но лишь из-за того, что ему нужно восстановить силы для следующей охоты, для того, чтобы он для племени в следующий раз принес такую же богатую добычу, был эффективен и дальше. Вождь, старейшина, жрец, либо другие важные сородища были всего лишь первыми среди равных. Они не могли накапливать прибавочную стоимость, ее не было. Потому что все добытые плага распределялись, нет, не поровну, но в зависимости от значимости для племени, сородичами или позже соплеменниками. В такой примитивной экономике наши долеткие предки жили миллионы, сотни тысяч, десятки тысяч лет. А почему же так долго? Почему так был замедлен этот процесс? Может они не шибко догадливы были? Нет. Антропологи говорят, что с сознанием у них было все хорошо. Вот если мы берем тех самых кроманьонцев, наших прямых предков, порядка сорока тысяч лет назад, то это уже человек современного типа, с современным развитым мозгом, с мозгом многозадачным, который был необходим для выживания в очень сложных условиях, мы сегодня специализируемся на каком-то виде деятельности и стараемся вот эту задачу выполнять хорошо. Например, врач одну и ту же болячку лечит, я вот одну и ту же лекцию читаю раз, много продавец, кассир пробивает чеки на кассе многоразово на протяжении многих часов изо дня в день. А наши далекие предки должны были уметь в одно лицо на ход ходить и одежду себе шить, и еду готовить. И от каждого их действия зависела их жизнь. Если я ошибусь, неправильное слово скажу, ну, в комментарии что-то пишут, неприятное. Ну, да ладно, переживу. А если ошибется наш предок и соскользнет со скалы, то до свидания. Или неправильно по запаху определит, хищник это движется на встречу ему, либо наоборот вкусная дичь. Так вот, с сознанием было у них, в принципе, неплохо. А что же, что же замедляло процесс их развития? Просто экономика замедляла. Если мы ведем образ жизни, направленный на присвоение продуктов природного происхождения, эти продукты очень быстро истощаются. Представим себе картину. Род 15-20 человек. Им нужно каждый день кушать. Вот поймали они оленя. Скушали. Сколько нужно времени, чтобы оленя скушать? Ну, не знаю. На 15 человек день. Может быть, два. Нужно потом идти опять на охоту. Зайчки, лисички, все, что там есть в округе, все будет съедено очень быстро. А восстанавливается экосистема, как мы понимаем, долго. Поэтому нужно собрать вещички и переместиться на другую стоянку, где опять занимаемся собирательством, охотой, выедаем экосистему, ну и движемся по кругу. Поэтому большое количество людей. Такая экономика банально не мог прокормить. А если мы живем малыми социальными группами, по 15-20-30 человек, нет необходимости в письме. Если нет необходимости в письме, тогда и не передаются знания, не накапливаются знания, которые могли бы двигать технологии, например, какие-то вперед. Поэтому проблемы, которые я озвучил, конечно же, замедляли процесс экономического развития. Но ни один переход из одной формации в другую не проходит просто так. Он не проходит случайно. Вот этот переход, он закономерен, потому как происходят какие-то очень важные, ключевые события, которые и позволяют перейти человечеству на новый этап развития. Итак, что же произошло? Что же позволило человечеству перейти с формации первобытно-общинного строя в следующий строй, на следующую ступеньку, на стадию рабовладения, где Вася наш из первобытного охотника-собирателя превратился в рабовладельца. Итак, как мы с вами разобрались, в первобытно-общинном строе рабовладения не было. Там были свободные, вольные общинники, где каждый член общины был полезен по мере возможности и получал от племени, ну, если не в равных долях, но в необходимых для выживания, в долях еду, пропитание и другие блага, которые распределялись внутри этого собства людей, которые объединены кровным родством либо очень сильно близким свойством. Рабства не было, потому что, а мы не прокормим этих рабов. То есть, раб для нас, по большому счету, это абуза. Если даже мы поздорим с соседним племенем, то приходилось его уничтожать. Максимум забрать детей либо женщин для того, чтобы можно было генетически немножко освежить кровь в своем роде либо племени. Возможно, можно было бы взять в рабство какого-то очень полезного специалиста, например, лекаря, знахаря или крутого шамана. Но брать там большое количество людей себе в племя было просто нецелесообразно. Ситуация поменялась, когда люди научились постепенно переходить от охоты и собирательства к формам оседлого земледелия. Этот процесс, конечно, происходил плавно. Сначала сельское хозяйство было всего лишь вспомогательным инструментом, присваивающим экономику. Но постепенно, постепенно люди начали замечать, что тот урожай, который они получают в результате ведения сельского хозяйства, позволяет значительно в большей степени удовлетворять их потребности. Банально из-за того, что урожая получается много. Конечно, эти процессы происходили изначально не на всей планете Земля, а лишь в тех местностях, где ведение сельского хозяйства было особенно успешно, исходя из географических и климатических особенностей. Одним из очагов развития современной цивилизации, где получила свое начало и развитие следующая общественная экономическая формация, это была территория современного Египта. Те земли, которые прилегали к могучей реке Нил. Мы видим, посредине пустыни течет река Жизни. Если мы увеличим и посмотрим, что же там происходит, то мы обнаружим, что вокруг этой реки находится огромное, огромное, просто колоссальное количество пахотных земель, которые засеяны с лихозкультурами. Так есть сегодня. Практически так было и тысячи лет назад. Конечно, технологии были более примитивны, но хочу показать, что в Дельте Нила там просто огромное количество еды. То есть эта территория, она благоприятна климатически. Здесь теплый климат. Сама река Нил несет плодородный ил, то позволяет восстанавливаться земле и не истощаться. И каждый год можно собирать достойный урожай. В времена Римской империи, когда Египет стал частью Римской империи, он прокармливал чуть ли не до четверти всего населения огромной империи. Междуречие Тигры и Фраты, побережье Нила, Междуречие Хуанхайен Цзы, Индганг, Мезоамерика. Это те регионы, где постепенно начинают зарождаться оседлые земледелия, скотоводство, приручаться скот и развиваться новый тип общественно-экономической формации, рабовладельческий строй. Тоже, конечно, развивался он не сразу, прошло определенное время, а это время было нужно для того, чтобы воспользоваться преимуществом оседлого земледелия. А в чем преимущество оседлого земледелия? Преимущество очевидное. Много еды, значит, я могу позволить себе много детей. Я могу себе позволить много детей, значит, общество расширяется, расширяются его границы, популяция. Когда становится много людей, ими нужно как-то управлять, возникает государство. В голове государства становится правитель с разветвленным государственным аппаратом. Начинается развиваться специализация. Вот тут-то мы уже можем позволить себе быть узким специалистом. Гончаром, или ремесленником, земледельцем, землепашцем, или воином, или счетоводом, например, архитектором, или кем-то еще. И еды на всех хватит. Архитектор, он землю не пашет. Он производит какие-то культовые постройки, или планирует дороги, ирригационные, растительные каналы, для того, чтобы еще больше было земли пахотной, естественно, еды. А мы их прокормим всех. Мы можем их всех прокормить. И вот эта особенность наличия специализации позволяет получить цивилизационное преимущество. Появляются специалисты, которые гораздо более эффективны, нежели простые охотники-собиратели, которые многофункциональны. Это преимущество позволяет произвести более эффективные орудия труда и более эффективные орудия войны. Поэтому наши древние условные египтяне, месопатамцы, или другие народы, которые вышли в следующий этап развития, посидели, так и подумали, А почему бы не воспользоваться вот этими вот более эффективными орудиями труда либо войны и не пойти к соседям, которые до сих пор еще охотники-собиратели, и не пригласить их при помощи насилия к себе вот сюда в эти созданные государства в виде рабов. То есть зачем мне самому работать, когда на меня может работать какой-то другой Вася, которого я порабощу при помощи более эффективных орудий войны, которые создали мои инженеры, кузнецы, которых я успешно прокармливаю, потому что у меня больше, гораздо больше еды, чем у охотников-собирателей. Мы помним эпизод из американского фильма про 300 спартанцев, который так и называется 300. Царь Леонид, если вы помните, идет на войну с персами, его встречают другие греки, обрадованные, о, мы тоже дойдем, пошлите вместе. Но потом, когда эти греки с других полисов посмотрели и кинули глазом количество спартанцев, расстроились и говорили, что-то вот Леонид мало ты воинов привез, привел с собой. А Леонид сказал, глядя на греков из других полисов, ты кто грек? Архитектор. А ты кто грек? Я, говорит, землепашец. А ты, я пастух. Понятно. А вы кто? Говорит Леонид, обращаясь к своим спартанцам. И все хором 300 человек. Воины! Леонид отвечает. Вот видишь, я больше воинов привел, чем ты. То есть узкая специализация позволяет достигать, конечно, больших высот в той профессии, в той деятельности, которой занимается человек. И военное ремесло здесь далеко-далеко-далеко не на последнем месте стоит. Поэтому вот эта специализация узкая, наличие оседлого земледелия, скотоводства в некоторых очаговых этих вот цивилизациях позволяет развиться новой общественно-экономической формации, рабовладельческому строю, который основывается на владении средством производства, которое называется раб. Конечно, мы сегодня порицаем рабство. Это даже не оспаривается. Но в те времена для тех людей, которые проживали в Древней Греции, Древнем Риме, средневековых государствах, рабство это было что-то повседневное и повсеместное. Например, полис Спарта. На 9000 спартанцев приходилось порядка 200 тысяч элотов, то есть местных крестьян, которые находились в зависимости от спартанцев, которые имели узкую специализацию в ведении военных действий. Подобным образом поступали не только спартанцы, но и афиняне, которые также не были чужды рабству. Ордельного расцвета эпоха рабовладения достигла во времена Римской империи, где римляне завоевывали массу народов, порабощая сотни и сотни тысяч людей. Примечательно, что в римском праве раб не был человеком, это было двуногое орудие, это было средство производства, то есть в перебытном общинном строе, в самой первой общественной экономической формации средства производства находились в общей собственности. А теперь средство производства переходит в руки отдельных собственников, рабовладельцев, где средство производства это раб, рабская сила. Таким образом, мы видим зачатки частной собственности, частной собственности, которая мы сегодня по праву считаем негуманной и античеловечной, но для тех времен это считалось нормальным явлением. И здесь уместно отметить выражение того же Маркса про то, что общественное бытие формирует сознание. Не просто бытие, как пишут иногда в учебниках, а общественное бытие формирует сознание. То есть если поместить человека с момента его рождения в такое общество, которое основано на рабстве, рабовладении, естественно, он врастает с пониманием того, что это нормальное явление, а как по-другому жить вообще непонятно. Не в пещеру же идти обратно, в перебытную общину, там холодно, а те блага, которые дает вот эта цивилизация, дворцы, дороги, колизеи, красивенные статуи и так далее. Вот, оно построено на этой экономической модели, значит она хорошая, соответствует тем задачам, которые ставят перед ней экономикой. Так рассуждали люди того времени. И что я вам хочу сказать, рабовладение было бы и сегодня, если бы не, если бы люди не придумали что-то лучшее, если бы что-то не поменялось в форме ведения хозяйства, которое позволило более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые имелись вместо быть. Дело в том, что движущей силой цивилизации на протяжении многих и многих столетий является жадность. Если мы берем ту же самую Римскую империю и представим в себе нашего Васю, который в шапке, на месте рабовладельцев. Те рабовладельцы, которые жили, находились на территории Египта, Месопотамии, они получали достаточно высокий продукт, прибавочную стоимость со своих рабов, потому как пахотные земли, климатические условия позволяли собирать высокие-высокие урожаи, которые могли бы прокормить и самого раба, и оставить весьма-весьма большую прибыль самому владельцу. Но, если мы рабовладельцы, которые проживаем, например, в Испании, Иберии, или где-то в Альпах, или на Балканах, то прибавочная стоимость раба не такая уж и высокая. Он еле-еле прокармливает себя, ну и что-то мне отдает. Конечно, мне тоже хорошо, мне не приходится самому работать, уже замечательно, но мои-то коллеги, рабовладельцы, они вот там богатеют, а я вот тут вот не такой богатый. Что же сделать? Как же так поступить, чтобы замотивировать этих рабов? Тут и так земля не очень, и климатические условия не такие подходящие. Они еще и работать не хотят, потому что они рабы, они не замотивированы к труду, то они понимают, что сколько бы они не работали, они останутся все равно рабами. Их дети будут рабами, и собственности не будут иметь, и распоряжаться своей судьбой чем-то еще они не могут. Как же их замотивировать? Сидели наши рабовладельцы, думали-думали, и уже в эпоху поздней Римской империи, придумали систему колонната, которая позже вылилась в систему феодального строя, феодальной зависимости, где на смену средств производства в виде раба пришло средство производства в виде земли, где вчерашний рабовладелец стал сегодняшним феодалом, где средство производства в виде лично зависимого раба сменилось на средство производства в виде земли и поземельно зависимых крестьян. Как это происходило? Давайте разберемся. Итак, как это работает? Если вчера наш рабовладелец имеет средства производства в виде раба, двуногое орудие, но этот раб, он не заинтересован в труде, потому что понимает, что ничего хорошего в жизни ему в ближайшем будущем не светит. И наш рабовладелец, нужно повысить его мотивацию к труду, он берет и освобождает рабов. Товарищи рабы, вы теперь не рабы. Конечно же, людям это нравится, он говорит, спасибо вам огромное, не чувствуя подвоха, что деваться все равно некуда. Вот его освободили, куда ему идти? Обратно в пещеру неохота, там холодно, сыро и пасмурно. Он возвращается к своему бывшему рабовладельцу и говорит, рабовладелец, слушай, это конечно спасибо, что мы свободны, а делать нам что? Что нам кушать? Рабовладелец говорит, спокойно, я все придумал, у меня же есть земля, хотите, можете работать на моей земле, как и работали, но, но платить вы будете столько, сколько я скажу. То есть теперь эти люди, вчерашние рабы, становятся лично свободными, но попадают в подземельную зависимость от вчерашнего рабовладельца, сегодняшнего феодала. Феод это земля, то есть от того владельца земли, который получает, собственно говоря, эту землю от верховного феодала, короля, императора или другого фараона. Книжка «Жизнь Ивана» Семенова и Тяньшанской весьма тягостна к прочтению, но в красках описывает быт крестьянина. Быт крестьянина даже уже не феодальные эпохи, а эпохи капитализма, начала 20 века. А каков был быт у крестьян более разных эпох, эпох феодальной зависимости, представить тяжело, тяжело, но можно. Это быт, который основан на эксплуатации. Формы жизни улучшились, но незначительно. Большая часть населения влачила жалкое существование, а преливигированные сословия снимало весь прибавочный продукт с работы крестьян, которые, не покладая рук, от зари до зари работали. И что я вам хочу сказать. Феодализм имел место быть и сегодня, если бы не что-то, что предопределило дальнейшее развитие цивилизации. То есть каждая общественная экономическая формация, она переходит в новую фазу, когда либо какая-то идея появляется у людей, которые совершенствуют быт, которые делают его более эффективным, либо происходят какие-то события, которые предопределяют переход на новую фазу развития. И вот такими событиями были события, которые предопределили развитие капиталистического строя. Здесь уже посложнее. И он вперед. Представим себе, что наш Вася, который в шапке, он обитает где-то на территории Европы. У него весьма скудная вкусовая карта. То есть кушать ему невкусно, потому что растений, перца и других пряностей в Европе особо не растет. Сегодня для нас это кажется мелочь. Пошел в магазин и докупил. Но в те времена были проблемы с этим. Ситуацию могли исправить купцы, которые, снарядив караван, могли отправиться в Индию и принести всякого. Но была проблема, что европейские государства имели крайне негативные натянутые отношения с исламскими государствами Ближнего Востока и Северной Африки, которые закрыли торговые пути. Первопролитные войны между западными государствами и Османской империей, в частности, не позволяло вести эффективную торговлю. Либо арабские купцы ломили серьезную цену, где словосочетание на вес золота было не каким-то преувеличением, а реальностью. Либо нужно было плыть вокруг Африки, добираться до вожделенной Индии и вести обратно вкусняшки. Но этот путь занимал даже не месяцы, а годы пути в а. опасных водах, которые, исходя из природных условий, опасны, б. пираты, местные племена, агрессивные, могли подпортить жизнь путешественникам. Плюс сам по себе путь вон дорогостоящий. И здесь та же человеческая жадность, конечно, со всем уважением к Христофору Колумбу, к его прозорливости, к его смелости отправиться в токопутешествие далеко-далеко не каждому под силу. Но тем не менее, насколько мы знаем из источников, Христофор Колумб мотивировался к коммерческой прибыли. И, желая получить короткий путь в Индию, Христофор наш Колумб открывает Америку. Как происходил процесс колонизации Америки, в красках описано в книжке Джарда Даймонда «Ружья, микробы и сталь». Не только в ней, но это чтиво достаточно легкое и популярное для, мне кажется, той аудитории, которая заходит к нам на канал. Почитать, а лучше послушать, вполне интересно, на канале есть запись с картами, что очень важно, потому что книга изобилует отсылками к географическим названиям и объектам, которые воспринимать на слух, конечно, лучше иметь перед глазами отсылочку к карте. Ну да ладно. Последователи Христофора Колумба, испанцы, португальцы и другие европейцы начинают активно в 15-16 веках активно вывозить всякое вкусное, полезное и дорогое ценное из вновь приобретенных колоний Нового Света, тоннами вывозя оттуда золото, серебро и другие драгоценности. В Европе аккумулируется достаточно большое количество финансовых ресурсов. Такое отношение это имеет к началу развития следующей общественно-экономической формации? Непосредственное. Дело в том, что для того, чтобы плыть туда, в Новый Свет, нужны корабли, чтобы вывести много вкусного. Корабли нужно построить. Из чего нужно построить корабли? Из дерева. Поэтому из русских земель массово начали транспортировать трясину, прежде всего в Нидерланды, которая начала специализироваться на производстве кораблей. Пенькален тоже из территории Великого княжства Литовского, Речи Посполитой. Руси, русских земель, что, собственно говоря, подняло экономику с территорий. Однако этого мало. Нужна парусина. Парусину мы сошьем. Сошьем из чего? Из шерсти. А где живут овечки у нас? Овечки живут на Шотландии. И вот получается так, что шотландским феодалам перестает быть выгодным отдавать землю в аренду простым крестьянам. Им выгодней выращивать овечек. Начинается так называемая политика огораживания, которая занимает достаточно большой прежуток времени, 15-го аж до 19-го столетия. Постепенно, постепенно крестьянам отказывают в аренде земли и на этой территории выращивают овечек. Бытовала поговорка такая, что овцы съели людей. А куда людям-то деваться? Люди в пещеру не пойдут. Рабами как бы тоже уже никто не берет, потому что как-то неэффективно, да и не хотелось бы самому. Идут в города. Огромные толпы нищих, голодных людей наполняют города. К этому еще вернемся. С одной стороны, это приводит к освобождению огромных людских масс, которые ищут источник заработка. Второй момент. В это время активно развивается наука. Почему? Потому что деньги есть из колоний, привозят все новое-новое денежное накопление, которое можно вкладывать в науку. Наука, как ни странно, дает свои результаты, дает плоды научно-технического прогресса. В-третьих, начинает развиваться торговля. И накопленные капиталы перестают храниться в сундуках и направляются на промышленное производство. Постепенно наступает эпоха капитализма, то есть где на смену феодальным формам эксплуатации приходят формы эксплуатации, связанные с эксплуатацией людей на фабриках и заводах. Таким образом, еще раз, в рабовладельческом строе, рабовладелец, хозяин средства производства, раб, который позволяет ему, рабовладельцу, получать прибавочную стоимость от труда раба, класть ее себе в карман. Затем следует более совершенная форма, капитализм, где люди уже лично независимые, но зависимые поземельно, где средства эксплуатации это земля. Капитализм, это когда эксплуатация происходит путем наличия частной собственности на средства производства в виде фабрик и заводов, фабрично-заводского производства. Эти люди несчастные стремятся в городах в надежде заработать денег. Адам Смит, один из начальников современной экономической науки, книжки о природе и причинах богатства народов, которую мы несколько цинично можем перезаглавить все себе и ничего остальным, определяет основные критерии для успешного ведения экономического хозяйства. Для того, чтобы вести успешное экономическое хозяйство, необходима свободная конкуренция товаропроизводителей. В идеале это выглядит так, как указано на мемасике, я сделаю более качественный товар, чем у тебя, в ту же цену, когда мне придется повысить качество товара, снизить цену, продолжая мысль, или увеличить разнообразие товаров. На практике получается не совсем так. Товаропроизводители стремятся снизить заработную плату своим работникам и найти, где-то найти, более дешевое сырье. А где же его найти-то? Понятно где. В колониях, из которых можно вытащить продукт достаточно дешевый, исходя из затрат на поддержание колониальной администрации и военных контингентов, которые будут находиться на территории колонии и контролировать выкачку полезных ископаемых и других ресурсов, которые полезны для одних народов, а для других народов не совсем. Таким образом, капитализм дает, конечно, мощный толчок для развития цивилизации, потому что позволяет на основании конкуренции действительно стимулировать товаропроизводителей, но имеет крайне серьезную проблему, связанную с неравномерностью распределения ресурсов, распределения благ. Конечно, как мы с вами поняли, эта неравномерность имеет глубокие корни, начиная с далеких-далеких тысячелетий возникновения первых государств. В Междуречье и Египте, других территориях, продолжая столетиями федализма, продолжается процесс эксплуатации простых людей. Почему эти ребята такие стоят чумазые, грязные, изможденные трудом? Да потому что государство не регулирует экономические процессы, потому что государство не способно и не ставит перед собой задачу сделать процесс распределения материальных благ равномерным. Потому что государство в условии рынка, чистой рыночной экономики, свободной рыночной экономики, капиталистической экономики, ставит основную задачу, это дать возможность развиваться бизнесу, производить как можно большее количество товаров и услуг, для того, чтобы дать возможность владельцам средствопроизводства, получается, обогатиться. Основная цель рыночной экономики, это финансовая прибыль. Каким путем? Любым путем получения максимальной выгоды, где незначительная часть населения в несколько процентов эксплуатирует большую часть населения. И что дальше? А дальше был Карл Маркс. Он как раз так и жил в то время, когда вот эти дети, голодные, немытые, ходили по улицам, эксплуатировался труд женщин. И он видел эту всюимущественную дифференциацию, это ужасающее неравенство, где трущобы рабочие представляли собой убогое зрелище, где мордор Толкиена. Это и есть рабочие кварталы с дымящимися, чадящими зданиями заводов, трубами, с ужасной экологией и уровнем жизни людей, которые были вынуждены работать за гроши, за еду, считай, по 12 часов в сутки, что не было редкостью в то время. В никаких социальных гарантиях никто не помышлял, потому что это экономически невыгодно товаропроизводителю, а государство в эти процессы не вмешалось. Соответственно, появился вопрос товарищу Марксу, а что делать? То есть он указывает на то, что вот он как, повторяем еще раз, мир материален, мир познаваем, вот можно построить модель, которая позволяет понять, как устроен мир. А если мы эту модель построили и она позволяет понять, как он устроен, так может быть мы можем и изменить что-то в лучшее в этой модели. И люди такие, да, наверное можем, и Маркс предложил, а давайте мы национализируем средства производства. То есть если мы, вернее вы, рабочие, возьмете и отберете средства производства у капиталистов, у тех людей, которые сегодня владеют средствами производства в виде завода, фабрик, земли, пароходов и так далее, себе их заберете. То завтра, ну может послезавтра, вы сами превратитесь в таких же эксплуататоров. Вы тоже будете кого-то нанимать, кому-то недоплачивать, потому что вам нужно будет заработать больше денег. Поэтому это колесо порочное нужно прервать. Сделать так, чтобы средства производства были обообществленными, принадлежали государству. То есть один человек не эксплуатировал бы другого человека. А вот уже государство распределяло эти блага таким образом, чтобы общество могло удовлетворять свои потребности. Маркс предопределил наличие следующей формации в виде коммунистического строя. Конечно же, идею коммунизма активно начали развивать после смерти Маркса, потому что не успел. Обратите внимание на годы жизни. 1883 год. До революции 17-го года, значительное количество лет, до революции 5-го-7-го года в России, волнение в Европе, начало 20-го столетия, еще достаточно большое количество лет. Он и не дожил, и теоретически полностью недообосновал. Поэтому эта задача легла на плечи Фридриха Энгельса, и потом можно их последовать. Но базовая модель именно такая, о которой мы говорим. Построить бесклассовое общество, где один класс не эксплуатирует другой класс. Где нету рабовладельцев, феодалов, естественно, капиталистов. Кстати, капиталистический строй, капитализм, слово капитал, капитал, это не вещь, это способ создания вещи. Как писал, кстати говоря, Адам Смит. То есть фабрика, завод, сервера в современном понимании, которые производят какой-то продукт, который позволяет мне обогащаться, получать прибавочную стоимость, которую я положу в карман. Так вот, идеи коммунизма, конечно же, получили продолжение и заинтересовали рабочих. Они не могли не заинтересовать рабочих. И это позволит им скооперироваться для борьбы. Конечно же, с эксплуатацией боролись и рабы, и феодально зависимые, крестьяне поземельно зависимые. Но, когда люди живут в деревнях, когда формы коммуникации замедленны, конечно, скооперироваться, плюс обучиться как-то, для того, чтобы понимать, что вообще делать, это проблематично. А в эпоху капитализма люди живут преимущественно в городах, начинается процесс урбанизации. В рамках одного завода могут работать 10, 20, 30 тысяч человек, которые, в принципе, уже грамотные, базовое образование могут иметь и, в принципе, имеют. Которые могут уже читать, писать брошюры, агитки, рисовать плакаты и даже Маркса прочитать могут. Конечно, им проще скооперироваться для борьбы против своей эксплуатации. Ну и, как справедливо отмечал Харари, эксплуататоры, капиталисты, они тоже были грамотные люди и тоже умели читать. Понимали, что назревает процесс негодования, который может серьезно поменять и повредить капиталистическому строю. Постепенно, под давлением трейд-юниерского движения будущих профсоюзов и под нежеланием, но пониманием того, что нужно идти на уступки, постепенно на Западе, в индустриальных разных странах капитал идет на снижение уровня эксплуатации, на введение определенных социальных гарантий, на снижение рабочего дня и так далее. Ну а после революции 1917 года это уже стало не просто звоночком, это стало реальной опасностью для капитала. Поэтому те социальные преобразования, которые мы видим сегодня в странах Западной Европы и США, конечно, они во многом были введены благодаря революции 1917 года и боязни капитала потерять свои... Капиталы и потерять, потерять свое прелегированное положение. Революция 1917 года, она либо напрямую, как это было в территории Российской империи и Советского Союза в последующем, либо косвенно повлияла на то, как выглядит современный мир. Следующая социально-экономическая формация, общественно-экономическая формация, это коммунистический строй, где отдельно взят и Вася, он не владеет средствами производства, когда говорят, что при коммунизме должно быть все общее. Не все общее, общее должны быть только средства производства. Шапка Васина за Васей останется, его квартира за ним останется, сапоги там, что у него машина, она за ним останется. А вот средства производства, фабрики, заводы, станки, оборудование, парикмахерские, они, да, они будут принадлежать государству для того, чтобы один человек другого человека не эксплуатировал. Когда нанимаешь на работу, ты ему уже не доплачиваешь, уже получается, ты богатеешь за его счет, а он беднеет. В 17-м году, знаем, революция побеждает, начинается кровопролитнейшая, страшнейшая гражданская война. Одна из самых страшных гражданских войн на планете Земля. В Китае там были более кровопролитные гражданские войны, но это такое, тоже сравнивать что-то ужасное с более ужасным, можно даже некорректно. Поэтому, когда брат против брата, сын против отца по идеологическим мотивам, это страшно. И это разрушило и так не самую эффективную экономику на планете Земля, на территории самой большой и богатой природными ресурсами территории, привело к полнейшему краху экономики. Поэтому с возникновением советского государства в 1922 году нужно было решать важнейшую задачу, доказать, что эта модель экономическая, она рабочая. Здесь я, конечно, порекомендовал посмотреть два фильма. Это фильм «Девчата» и фильм «Председатель». Не то, чтобы мы истории учим по масс-культуре, по фильмам. Нет, но они, как дух времени, позволяют показать, они позволяют посмотреть, как мыслили люди того времени. Чем жили люди того времени? Людей не обманешь. То есть, если люди смотрели, люди смотрят, и люди жили тогда при этом времени, и они позитивно оценивают труд этих авторов, ну, значит, нужно вывод, потому что, скорее всего, что-то в этом есть. Ну, так вот, фильм «Девчата» — это комедия. Бытность меня молодым человеком, весьма молодым. Я смотрел только с угодно комедию, как-то там между собой люди себя ведут. В отношении мужчины и женщины, всё такое. И только постарше задумался, а что они там делают вообще? Где-то они там что-то в Сибири, что-то рубят эти деревья. Все весёлые, довольные, задорные, хотя видно, что труд тяжёлый. Почему они такие весёлые? Почему они с под палки? И потом только понимаю, они там жизнь себе будущую строят. На их глазах меняется их жизнь. То есть, у них появился клуб, столовая, жильё себе появляется на горизонте, и жизнь меняется. То есть, жизнь тех людей, которых мы видели на прошлых слайдах, она, сколько бы он ни работал, рабочий на заводе, она не поменяется. 12 часов смены он будет пахать, пока за этим станком он там ляжет. В заводах стояли бочки, зачастую, с водой. Но не для того, чтобы человек попить-то мог. Для того, чтобы его тут окунуть головой, чтобы он пришёл в сознание, потому что от недоедания и от тяжёлой работы люди падали в обморок, в том числе и дети. Так вот, сколько бы он ни работал, жизнь не поменяет. А тут люди работают и видят, что они тяжёлые работают. Они отдают всего себя, но они видят, как меняется их жизнь. Строится инфраструктура, дороги, жильё появляется, города новые и так далее. И это мотивирует людей, это развивает экономику. Плюс прибавочная стоимость. Если в рыночной экономике мы платим, капиталист платит лишь процент от прибыли, а тут вся прибавочная стоимость идёт доходу государства. Аккумулируется огромная сумма денег у государства, которая позволяет решить инфраструктурные вопросы. Построить плотины, дамбы, электрофикацию, дороги те же самые, заводы крупные, инстриальные и так далее. Фильм «Приседатель», конечно, он иллюстрирует события более позднего периода, послевоенные, но я логику хочу показать, чтобы потом не возвращаться к этому. «Приседатель» — это тяжёлый фильм. То есть, если комедия часто рекомендует всем посмотреть, кто не смотрел, а кто смотрел — пересмотреть. То «Приседателя» нужно немножко психологически подготовиться, где-то там уже под настроение, как говорится. Потому что фильм тяжёлый, двухсерийный, там у него трагические события происходят в жизни у главного героя. Но про «Похожие», то есть, когда «Приседатель» приходит после войны, ну что, по спойлерю, и там хозяйство «Корова» встать не может. То есть, пришёл, вот «Приседателям колхоза» поставит. А колхоз такой, что после войны «Корова» встать не может сама. Истощена настолько. И они-то вручную этих «Коров» ставят. И он им ставит этим вот одесельчанам какие-то задачи. Вот мы «Корову» вырастим, мост построим, все с него смеются. Интересно, пришёл, сказки разводят. Но потом, когда люди постепенно, совместно начинают друг другу доверять, трудятся и реально эти слова воплощаются в жизнь, ну то ничего себе, ну вроде как что-то получается. Может и вправду эта система работает и даст какие-то результаты. Не всё так гладко было. Но люди видели, для чего они стараются, видели результат своего труда и стремились достичь максимально построить все цели. То видение, ради которого они проливали кровь на революции и времена гражданской войны. Какие ваши доказательства? Маленькие доказательства. В 1922 году образовывается Советский Союз. В 1941 году приходит Великая Отечественная война Советского народа. 20 лет потребовалось экономике государства для того, чтобы из руин пепелищ гражданской войны построить одну из мощнейших экономик на планете Земля, которая дала отпор нацистским войскам, объединённой экономике Европы, которая не претерпевала таких бедствий, экономика и дух народа выстоял и победил эту мощнейшую военно-экономическую машину. Война — это не только станки самолёта, это по большей степени экономика. Я думаю, что взрослые люди это понимают. 1945 год. Опять государство находится в руинах, потому что не прошло... Не то, что бесследование не прошло, а разрушительным катком прокатилось по Центральной Европейской части Советского Союза Великая Отечественная война Советского народа. Мы можем посмотреть фотографии, увидеть, насколько было разрушено всё предприятие, вывезено в Сибирь, в Центральную Азию, и так далее. С 1946 по 1961. В 1961 году Гагарин в космос летит. То есть за 16 лет восстановить экономику до одного из мировых лидирующих уровней и позволить себе такие мощнейшие проекты, как космическую программу, опередить первую экономику американскую, вот в этом, это дорогого стоит. Да, огромные проблемы были решены, но тем не менее показывают, что данная система, она имела и имеет достижения, имеет право на существование, имеет вот что. Но, если у нас такая хорошая, скажете вы, таков чёшь, так получилось-то. Получилось следующее. У плановой экономики есть один большой минус. Это отсутствие конкуренции. Отсутствие конкуренции, которая порождает, в определенных условиях порождает, или может порождать, отсутствие желания работать хорошо. Если мы видели предыдущие годы, когда на контрасте Российская империя, где бесправные крестьяне, и рабочие, и люди тяжелого труда, но тем не менее видят, как на их глазах строится новый мир, поколение, не хочу никого обидеть, там, оскорбить, ни в коем случае, чтобы правильно понимать. Но тем не менее, ожидается новое поколение, которое видит, что всё и так хорошо, государство во мне заботится, без работы мне по-любому не останусь, зарплату мне всё равно заплатят. Так а чё мне работать-то хорошо? Не все, люди разные бывают. Но в целом такая тенденция есть. И поэтому комедия Фоня, 75-го года рождения, хотел сказать, о, собрав 62 миллиона зрителей, на секундочку, за один год. Замечательная комедия. Она показывает эту тенденцию. Данелия, это гениальный режиссёр, он реально гениальный режиссёр, он подметил эту тенденцию, что падает мотивация у людей к труду. И от Афоня, ему всё равно, он здоровенный мужик, он головастый, он рукастый, но он не хочет работать. Немножко по спойлерю, его что не уволили, его переявили разнорабочие. Это потом он там задумался, всё такое. Его даже уволить не мог, потому что как так в советском обществе человек будет без работы ходить, вы что? Да и нельзя это не положено. Если я государство запрещаю вести частное хозяйство, но он жить даже за что-то должен, человек, снижается мотивация к труду, затрудняется процесс регуляции экономики. То есть фильм, дайте жалобную книгу, тоже очень хороший. Это комедия, посмотрите, они такие добрые фильмы. И опять же, дух времени понимаешь, как это работает. Две модели. Если государство не следит, ну, в рыночной экономике что? Спрос и предложение. И конкурент, соответственно. То есть если я оказываю услуги плохо, ко мне не придут. Ко мне не придут, денег не занесут. Денег не занесут, я закроюсь. Поэтому я буду стараться делать свою работу хорошо. Здесь, крайне нравится, не придут ко мне в ресторан? Ну, не придут. Придут, ну, обслужу. Какая разница? Все равно мой ресторан не закроют, потому что люди должны куда-то ходить, а конкуренции нету, потому что все государственные. Так вот, если нет госконтроля и грамотного руководителя, будет вот разброд, шатание. А потом, когда появится грамотный руководитель, или усилится государственный контроль, ну, будет все хорошо. Себя на заводе, на фабрике, на производстве, либо в сфере обслуживания. Поэтому система очень зависима. Зависима от тех тенденций, которые происходят в обществе. А потом пришли проблемы плановости. То есть, помимо того, что еще мы сказали, там еще проблемы с руководством государства, которое все-таки предопределяет дальнейший курс развития государства. Ну, и пришли к тому, к чему пришли. Идеи великие, большие, они заражают умы и души людей, тогда, когда они насущны, они актуальны. А когда у тебя, в принципе, неплохо, и тебе говорят, что вот еще лучше будет, ну, не очень сильно верится. Я не знаю, как бы посмотрел Карл Маркс на эти все вещи, если бы он был жив. Остался бы он, верен в свои идеи, или скорректировал. Но жизнь пошла дальше. На самом деле, это уже не по Марксу. То есть, общественные экономические формации мы с вами закончили. Но я хочу просто закончить вообще мысль дальнейшую, вернусь сюда, потом таким образом. У нас первобытная общинная формация. Там, где обобщественные средства труда, там, где средства производства находятся в общинной собственности. Почему? Потому что в одиночку не выживешь. Отсутствуют классы, потому что разделить на классы нет возможности. Не оседает в руках одного какого-то человека имущества. Потом формация рабовладельческая, рабы и рабовладельцы, феодальная, капиталистическая. И по Марксу, он жил при капитализме, при острой ее фазе, должна наступить коммунистическая формация. Бесклассовое общество, где все равны. Маркс даже до коммунизма, даже не до коммунизма, до коммунизма не дожил. Его нужно построить. Когда объявили Советский Союз, стремиться к коммунизму. Так это же за один день не построишь. Вон, аэроплодический строй развивался тысячелетий, феодальных столетий, капитализм до сих пор развивается и так далее. Переходят тоже разные формы. Я вообще говорю, не знаю, это вот мы можем просто проассуждать. Как бы он, живя сегодня, подошел к своим бы мыслям. Или утвердил в своем мысли, что да, вообще этот строй хороший, немножечко его подкрутить и вот было бы все хорошо. Либо Ома сказал, окей, правильно, движется же жизнь вперед и следующая общественная экономическая формация имеет место быть и должна быть и развиваться. Диалектика одна форма в другую переходит. Не может быть такое, что последняя общественная экономическая формация и все. И точка. Потому что мир меняется. Материя переходит с одной формы в другую форму. Исторические процессы также склонны к изменению. Так оно и случилось. На основании рыночной экономики и плановой экономики сегодня мы видим следующую модель экономического развития. Это смешанная экономика. Где страны мира современные заимствуют от рыночной и плановой стараются заимствовать от рыночной и плановой экономики лучшее. Рыночная экономика основывается у нас на частной собственности, плановой на государственной собственности средства производства. Поэтому смешанная экономика это многообразие форм собственности. От рыночной экономики мы берем конкуренцию. Конкуренция важный момент. Но от плановой экономики мы берем государственное вмешательство. Тут такой снизу вылазит трудовой кодекс, вот это и есть социальные гарантии, которые позволяют гарантировать простым гражданам, с одной стороны дают возможность бизнесу развиваться, с другой стороны гарантируют простым людям, рабочим, гражданам банальные, минимальную заработную плату, охрану труда, пособия, пенсии, выплаты, субсидии даже иногда дают, те льготы, которые мы знаем сегодня, которые позволяют нам в значительной степени потребности удовлетворять, в большей степени, либо в меньшей, это тоже другой вопрос. У каждой страны, в особенности, свои уровни смешанности этих экономик. Но тем не менее, идет процесс развития и экономики, и экономических систем, и развития общества. И самое интересное, что эти процессы, становление современного типа экономики, современной, возможно, новой какой-то экономической формации, происходит в наших глазах, что в принципе интересно, что позволяет тоже подумать, поразмышлять, и возможно предположить дальнейший ход развития нашей цивилизации. А на сегодня все, спасибо всем за внимание, всем добра, увидимся.